Партнер программы – салон-ателье классических итальянских костюмов Марка Беантония на Карло Липнихта, 71, телефон 295-777. 12 часов и 5 минут в Кирове. В эфире программа «Дневной разворот». Это прямой эфир. Вас приветствует Дарья Топузлиева. И Владимир Сметанин. Традиционно напоминаю в начале программы, что каждый наш «Дневной разворот» можно слушать в интернете. Ссылку на онлайн-трансляцию можно найти в телеграм-канале нашей радиостанции. Кроме того, мы там регулярно публикуем темы наших эфиров и имена наших гостей. Ну что, пройдемся по сегодняшней программе. Как обычно, два часа у нас впереди. После 13.00 будет две темы. Сегодня 15 августа. До начала нового учебного года остается всего ничего. Две недели. Всевозможные благотворительные организации у нас традиционно объявляют сбор вещей для отдельных категорий кировчан, кировских семей, детей, которым можно помочь. И кан с товарами, и школьной формой. Я думаю, что одной из таких ярких ролей здесь играет Российский детский фонд. И вот с руководителем, вернее, с представителем правления Кировского отделения Российского детского фонда Валентиной Павловной Ивановой. И будем говорить после 13.30 о том, как можно помочь детишкам собраться в школу к первому сентября. Кроме того, традиционная для нас тема, которую затронем после 13.00, это всевозможные заболевания, переносимые клещами. Специалисты Роспотребнадзора этим летом фиксируют рост, причем такой значительный рост заболевших клещевым боррелиозом. С чем это связано, будем разбираться. Да, при этом помнишь, да, что в прошлом году мы оказались в лидерах по России по энцефалиту. Да, было дело. Вот в этом году боррелиоз. Ну вот официальная статистика говорит о том, что у нас число пострадавших в области, оно поменьше в сравнении с прошлым годом, там причем поменьше на четверть, но количество диагнозов официально выставленных, оно вызывает тревогу определенную. Ну и наша первая тема, тема нашего первого часа, активно у нас идет дорожный ремонт в областном центре. Я даже бы сказал, зачастую ты не понимаешь, а что здесь делается, то ли теплотрассы реконструируются, то ли дороги перекладываются. В общем, многие горожане обращают на это внимание. Город Перекоп, он очень много мест, где трудятся разные подрядные организации. Но не надо забывать о том, что федеральные программы у нас продолжают свои действия. Это и формирование комфортной городской среды, и безопасные качественные дороги. Уже несколько лет работы в рамках этих программ у нас проводятся. И подвести некую черту, разобраться, где что происходит, насколько эффективно работают подрядчики, какие планы поставлены перед дорожниками. Мы сегодня и пригласили нашу гостю обо всем этом поговорить. Да, Марина Бармина, заместитель руководителя дирекции благоустройства. Марина Геннадьевна, добрый день. Да, добрый день, приветствуем вас. Накануне администрация сообщила о том, что был очередной выезд. Вы наблюдали за тем, как ремонтируются тротуары в областном центре на определенных участках наших дорог. Но для начала мы все-таки, наверное, напомним о том, как долго уже продолжаются ремонтные работы в нашем городе, каких результатов мы достигли и к чему еще стремимся, Марина Геннадьевна. Всем здравствуйте, Алла. Значит, в 2023 году в рамках безопасной и качественной автомобильной дороги у нас заключены муниципальные контракты с ремонтом 48 объектов протяженностью 31,2 километра. Значит, на сумму 777 миллионов рублей. Значит, в настоящее время приняты уже 31 объект. Значит, 14 объектов находятся в ремонте. И три объекта только-только, значит, аукцион состоялся. Это три объекта в поселке Захарищево. К работам мы пока не приступали. Значит, срок выполнения работ по контрактам у нас запланирован по 30 сентября. Но я думаю, что, наверное, в этом году, в связи с тем, что работы начаты довольно-таки рано, на три недели раньше запланированных сроков. Погода позволяла, да? Да, весна нам дала такую возможность. Значит, мы объекты закончим, ну, я так думаю, числа 15 сентября. Можно как-то по объемам сравнить с прошлым годом, да, увеличился он в связи с тем, что следующий год вот юбилейный, возможно, чуть больше участков, тротуаров, дорог получилось отремонтировать или тут нет большой разницы? Ну, в среднем у нас в рамках программы выделяется одна и та же сумма, миллиард сорок. То есть по состоянию примерно это 30 или чуть больше, там, 31-32 километра от дорог, они так идут ежегодно. Вот. Ну, если для статистики сказать, что у нас это уже седьмой год реализации БКД программы, начатые работы с 17-го года, у нас, значит, за это время, на момент проведения начала программы, у нас уровень нормативной состояния дорог было 15,2 процента, на конец прошлого года 75,7. Значит, отремонтировано за всю программу за 7 лет 382 объекта протяженностью 423 километра. То есть это уже показатели, все, наверное, помнят, какие дороги у нас были в 16-м, в начале 17-м году, когда проехать по городу Кирова было невозможно. А в каком состоянии находятся вот те первые объекты, которые отремонтированы были как раз в 16-м году? Ну, вот у нас, как бы, есть нормативный показатель, это межремонтный срок проведения работ. Значит, на сегодняшний день он составляет 6 лет. Гарантийные же, значит, гарантийные обязательства по ремонту у нас составляют 4 года. То есть в течение 4-х лет у нас подрядные организации в случае обнаружения дефектов выполняют ремонт этих дефектов за свой счет. Но межремонтный, то есть мы практически можем запускать в работу вот когда-то отремонтированный участок только через 6 лет. Получается, что у нас все дороги еще с 16-го, 17-го года находятся в межремонтном сроке, и, соответственно, они ремонту пока не подлежат. То есть гарантийный ремонт, он пока не осуществляется или что? Нет, он осуществляется, только еще от гарантийного ремонта еще 2 года дорога должна как минимум прослужить без этого. Ну, не секрет, что раньше и общественники высказывали претензии, что у нас подрядчики как-то неохотно, вот, не торопятся выполнять гарантийные свои обязательства. Это действительно так? Есть претензии? Есть такие подрядчики, но в последних несколько лет, там 3 года, значит, мы стали предусматривать в муниципальных контрактах обязательное исполнение гарантийных обязательств. Те предприятия, которые гарантийные обязательства не исполняют, соответственно, мы подаем в арбитражный суд на побуждение исполнения гарантийных обязательств. То есть механизм такой предусмотрен, да, через судебные разбиратели слова? Ну, таких предприятий уже очень мало осталось. Первоначально у нас на БКД заходили такие организации, как ООО, то в этом, значит, ну, вот, наверное, последние 3 года в основном Вятавтодор и Гордорумус. Ну да, подрядчики-то все знакомые, да, имеющие свои заводы, сертифицированные лаборатории. То есть, соответственно, качество-то работы сейчас совершенно другие, ну, как бы сказать. Ну, вот к качеству работ, да, вопрос, не знаю, к сожалению, там ремонтировались ли эти участки по БКД или в рамках других каких-то проектов. Не раз уже возникала проблема с колодцами. Вот сейчас из последних то место, которое наблюдало, это улица Свободы, кусок которой в районе Мегадома. Положили новый асфальт, асфальт хороший, да, все замечательного положили. Но там существовала проблема с ушедшими под землю колодцами. То есть, вот они вот утоплены в асфальт, но, я думаю, да, типичная проблема многих кировских улиц. И асфальт теперь новый, а колодцы точно так же только утоплены теперь в новый асфальт. И раньше объясняли, что да, есть проблема там с тем, что сети коммунальные принадлежат там либо водоканалу, либо другим ресурсам, снабжающим организациям. Дороги выполняются другие люди. Здесь удается находить какие-то точки соприкосновения, чтобы вот эти ситуации из раза в раз не возникали. Вот, значит, я, наверное, скажу о том, что начиная с осеннего периода времени, когда готовится программа на следующий год, значит, сформированная, когда эта программа утверждена, перечень объектов утверждена в Минтрансе, мы направляем во все ресурсные организации уведомления о том, чтобы они прошли, отремонтировали свои колодцы, перевели в нормативное состояние свои колодцы, то есть подняли до уровня существующего асфальта, на тот период, до ремонта. До поверхности полотна. Значит, некоторые колодцы, ну вот такие улицы, как Пятницкая, Труда, вот старая застройка, да, это же улица Свободы. Там колодцы еще есть выложены из красного кирпича, что сейчас в настоящее время с большой интенсивностью движения это недопустимо. То есть он размокает, он дает усадку, он разрушается. Соответственно, подрядные организации должны положить кольца в эти, да, сделать из колец, полностью колодец выложить. Ну, работа эта очень плохо двигается, значит, в связи с тем, что мы не являемся владельцами колодцев, там, значит, что Гордор Мострой, который проводит ремонтные работы, что Виат Автодор. Соответственно, они саму конструкцию колодца поменять не могут, они не имеют на это права. Плюс на некоторые колодцы, такие как, например, Гор, Электросети, Ростелеком, да, нужен вообще допуск, чтобы туда в колодец лезть. Соответственно, мы можем поднять только крышку люка на опорное кольцо, и больше мы с колодцем в рамках ремонтных работ произвести ничего не можем. Все-таки это должен делать владелец сетевого хозяйства. Ну, обязательно его можно или только попросить, рекомендовать, договориться? Каким-то образом эффективно воздействовать на него, не знаю. Ну, вот я говорю, что мы начинаем, там, с ноября месяца, в январе, значит, мы в декабре, там, в январе, в ноябре посылаем перечень объектов, которые будут ремонтироваться на следующий год. Ну, а дальше все зависит, конечно, от добросовестности собственника колодца. Ну, и плюс сейчас правила внешнего благоустройства ввели такую строчку, что сам колодец должен обслуживать владелец колодца, а вокруг колодца и поднятие при ремонтных работ до уровня вновь уложенного асфальта, это выполняет организация, которая асфальтирует. Подрядчик, который задействовал непосредственно на ремонте данного участка. Ну, положительные-то примеры есть, мы понимаем, сложно очень. Ну, водоканал в последнее время, значит, начали устанавливать так называемые плавающие колодцы, то есть они не зависят от перепадов температур, ну, у нас, сами знаете, зимой может быть 30 градусов, а днем 0 градусов, да. Вот теплосети, они очень зависят от этих, потому что там и скопление теплого воздуха, и, соответственно, колодец на это реагирует, а бетонное основание колодца с асфальтом, оно как-то не дрожит бетон с асфальтом, поэтому и получаются и ямки вокруг колодцев, и трещины, и, соответственно, колодец сам по себе садится, вот. А водоканал начали устанавливать плавающие колодцы, и это очень хорошо сказывается и на общем покрытии, и колодцы не гуляют, как вот у теплосетей, например, происходит. И вот, конечно, объем очень-очень большой, у нас практически все колодцы либо в тротуарах, либо в проезжей части, и большая часть у нас именно в проезжей части сети находятся под проезжей частью, то есть, соответственно, это очень большой объем работы, очень затратно, но работа в этом направлении уже ведется. У меня такой практический вопрос, если автомобилист, водитель попал колесом в этот колодец, кому предъявлять претензии, это непосредственно... Ну, они через суд предъявляют претензии. Собственнику колодца, да, вот этим упомянутым организациям? Да, суды, значит, ну, как бы сказать, разбирательство проводят, и очень много идет, конечно, по ущербу за автомобили, за причиненный ущерб, оплата идет через подрядную организацию, либо через заказчика. Случаи такие есть. Так это что получается? Надо нормативные документы менять? Ну, не знаю, возможно ли, конечно, их изменить, чтобы они как-то свои полномочия делегировали подрядным организациям, которые занимаются непосредственно асфальтированием дорожного полотна? Какое-то есть, к которому хотелось бы прийти? Чтобы не согласовывать, чтобы эти письма не высылать, да? Сделали все сами в суде. Ну, во-первых, это все, конечно, стоит больших денег. Во-вторых, все-таки это собственность владельцев колодцев, поэтому тут необходимо, может быть, какие-то менять нормативы совершенно другие. То есть это уровень, будем говорить так, власти. Наиболее распространенные претензии, которые возникают к подрядным организациям, которые занимаются непосредственно ремонтом дорожного полотна, в чем заключаются эти вопросы? Насколько они соблюдают технологию, результаты исследований лабораторных? Я знаю, что у нас долгое время жалобы на то идут, что у нас нет неофициальной, независимой экспертизы. Экспертизы, да. То есть лаборатория есть, но она вот своя у подрядчика. И как бы сам он себя ругать, наверное, не будет, да, что-то? Ну, давайте я поясню немножко в этом вопросе. Значит, в течение последних двух лет у нас заключается муниципальный контракт, соглашение с дорожным комитетом, который проводит у нас стройконтроль. Значит, за всем этапом производства работ. Значит, это и установка бортового камня, это и ремонт тротуаров, это и ремонт самой проезжей части укладки щебня асфальтобетонов. Асфальтобетоны укладываются разные и на нижние слои, и на верхние слои. При укладке уже на объекте, грубо говоря, так, асфальт, когда привозят, вываливают там КАМАЗ-бункер, либо из КАМАЗа берется проба горячего асфальтобетона, Соответственно, на температуре заявленной? На положение температуре, а полностью на параметры асфальтобетона. Все это увозится в Минтранс, в лабораторию Минтранса, как независимую вообще, полностью независимую лабораторию. Минтранса Кировской области? Кировской области, да. Значит, дальше берутся керны, отбор вырубок производится, соответственно, данные вырубки керны тоже отправляются в Минтранс на определение показателей уже уплотненного асфальтобетона, но и проверяются и толщины, и водонасыщения, и плотности, воздушные пустоты. Там ряд параметров, на которые проверяется уже уплотненный асфальтобетон. Значит, также мы, как заказчики, заключаем договор с другой независимой лабораторией. И лаборатория, которая находится у подрядной организации, они все прошедшие сертификацию, значит, тоже проверяют асфальтобетон на прочностные характеристики. А другая, это независимая лаборатория, это, простите, что за организация? Ну, вот если, например, у нас работает гордор Мострой на объектах, то, значит, в качестве независимой лаборатории выступает либо строительное управление 43, либо Вятавтодор. То есть, та организация, которая, ну, никак не, будем говорить так, не имеет никаких отношений с организацией, укладывающей асфальтобетон. Ну, и если работы производит Вятавтодор, то кроме Минтранса еще увозится в лабораторию гордор Мострой. Ну, понятно, это перекрестные такие взаимоотношения. Да, просто на сегодняшний день у нас вот отдельной лаборатории, кроме Минтранса, у нас просто не существует. Ну, и в дальнейшем, после того, как приходят испытания вот этих вырубок, мы проверяем показатели, насколько они, ну, как бы сказать, соответствуют друг другу. И на сколько они соответствуют? Главное, что не соответствуют. Находите прям серьезные какие-то недочеты? Ну, в принципе, нет там параметры, небольшие значения, там десятичные, сотые доли. Но это, опять же, можно отнести к тому, на основе каких реагентов делается. То есть реагенты у каждой лаборатории могут быть разные. Ну, так как все лаборатории прошли сертификацию, ну, никто не хочет сам себя подставлять. Почему? Потому что кроме вот этой строительного контроля Дорожного комитета, да, у нас приезжает Минтранс России, грубо говоря. Значит, у нас приезжает контрольно-счетная палата России, проверяет программы БКД. Значит, они берут выборочно там за два года последние, за четыре года, за три года. Смотря раз там в три года они приезжают или как. Объекты могут быть совершенно маленькие, могут быть совершенно большие. Объекты разные. Вот захотели они этот проверить, они идут и проверяют. Вот, поэтому как бы подрядные организации знают, что за ними вот такой тотальный контроль. Ну, как-то нет такого, чтобы сейчас уже совершенно разное. Отношение к вырубкам, к кернам вы изменили у подрядчиков, мы же помним. Зачастую вот эта дырочка зияет, и как-то на протяжении долгого очень времени. Да, да. А потом изменило такое. Дополнительное разрушение вокруг уже начинается и так далее. Значит, сейчас идет, во-первых, в муниципальном контракте оговорено время заделки, вырубки. Во-вторых, сейчас ввели ГОСТы на взятие кернов, и, соответственно, в ГОСТы уже указано в течение там какого периода времени обязаны заделать. Вот. Но в основном, знаете, еще такие случаи бывают, что заливают битумом эту вырубку, а там через год, через два, ну, битум просто вымывается и еще что-то. Битум – это же такой подвижный материал без укрепления. То есть получается, что эта вырубка снова зияет. И в рамках гарантийных уже обязательств, когда идем и осматриваем, значит, составление дефектов объекты, то есть мы снова пишем, ага, ребята, у вас вырубка оголилась, ее нужно заделать. Либо там какие-то трещинки образовались, то есть, соответственно, вам надо это залить битумом. Это все указывается в дефектных ведомостях, и вот в рамках уже гарантийных подрядчик это устраняет. – Марина Геннадьевна, поясните, как специалист такой, обывательский, простой вопрос, многим водителям понятный. Дорогу сделали, приняли, все исследовали, все вроде хорошо, но почему вот колейность, проблема у нас, да, очень быстро возникает. – Московская, да, самый яркий пример. – Почему вот в этом году обострилась тоже эта проблема? – Все ведь вроде по нормативам. – Мы за рулем тоже ездим, это дополнительный фактор для аварийности, но вдруг водитель не сможет удержать автомобиль в рамках. – Вы знаете, значит, я предполагаю, да и не только я, и Дорожный комитет, и Минтранс со мной согласны, значит, что это все-таки зависит от качества битума. – Мы понимаем, что город Киров, но это такая периферия, что весь хороший там битум у нас уходит на Москву, на Санкт-Петербург, и все-таки это проблема, скорее всего, наверное, с битумом. – Да коли все будет уходить в Москву и Санкт-Петербург? – Да, но мы же сами понимаем, их не там, будем говорить, их не финансирование и наше финансирование, вот, и не только город Киров по остаточному принципу ведь идет. – На ваш взгляд, мы обделены, да? – Ну, получается, смотрите, то качество битума… – Но битум-то все равно соответствует? – Он соответствует ГОСТу, да, но мы не можем битум проверить, чтобы его проверить вот так досконально, да, его надо отправить там в Москву. Партия битума сейчас не заготавливает, как раньше битумохранилища были, можно было сливать там, непонятно сколько, непонятно сколько раз разогревать. – С каждым разогревом битум, так говорит, стареет, а сейчас такого нет, то есть сейчас стоят цистерны, вот сливают две-три цистерны, готовят, то есть битум идет, будем так говорить, с колес вообще. – Не заставиваются. – Поэтому каждую партию, да, нам просто физически в Москву не отправить и не проверить, поэтому вот проблема, ну, все подразумевают, что проблема с битумом, конечно. Потому что весь остальной материал и, значит, испытания в строительных лабораториях, в дорожных лабораториях, да, асфальт и бетон, то он в соответствии с требованиями ГОСТа. – Но вот эта колейность, она в итоге тоже попадает под гарантийные обязательства, то есть подрядчик потом приходится переделать. – Входит в число параметров, по которым оценивается жизнеспособность. – Да, там идет, конечно, уровень колейности от категории дороги. В этом году, значит, у нас проведен ремонт большими картами улицы Московской, где была колейность. То есть большой ремонт приведен по улице проезжей, это подходы дамба, да, к это самое, к старому мосту. То есть тоже, наверное, видели, объем приведен колоссальный, и большую часть, значит, колейность это исправлено. – А еще приводится в качестве одной из причин – это увеличение нагрузки на проезжей. – То есть это тоже фактор играет роль, да? – Да, да. У нас улицы настолько узкие, а, значит, интенсивность движения у нас все время вырастает, и у нас получается, что, значит, машины едут практически в одну колею. – Одна, две колеи, то есть по одному и тому же месту, нагрузка. – То есть это тоже сказывается. – На рекламу пора нам прерваться. – Да, Марина Барминова на студии, заместитель руководителя дирекции благоустройства, благоустройства города Кирова. И вернемся через полторы минуты. В эфире «Дневной разворот». Беседовать с деловыми людьми нам помогает салон ателье классических таллинских костюмов «Марк Биантонин» на «Карла Липнихта-71». «Марк Биантонин» – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжества и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон, услуги химчистки премиального уровня «Марк Биантонин», эстетика в каждой детали. «Карла Липнихта-71», рядом с театральной площадью, позвонить можно по номеру 295-777. И у нас еще есть 8 минут на продолжение дорожной темы. – Да, я напомню, что Марина Бармина у нас в гостях, заместитель руководителя дирекции благоустройства. Это понятно с дорогами, да? Более-менее. – Но я бы еще про материалы хотел поговорить. На самом деле, помните, сколько 2-3 года назад у нас широко анонсировалось применение новой разновидности щема на Луганской, на Производственной. Как она себя показала, с вашей точки зрения? – Ну, щема… – Оправдана ли? – Да, щема применяется не только у нас в городе Кирове. Оно, в принципе, на Верхнество и сейчас применяется всеместно. Введены новые ГОСТы на новые материалы, в том числе и щебеночно-мастичные асфальтобетоны. Значит, в городе, естественно, там щема 22-й с крупностью зерна более высокого невозможно уложить, поэтому в городах кладется щема 16. – С более мелкой фракцией, так скажем. – Да, с более мелкой фракцией, но не совсем мелкая, там не десятка, а 16. Значит, на сегодняшний день у нас введены новые ГОСТы дополнительно на асфальтобетоны, которые кладутся на выравнивающие нижние слои. Это будем говорить асфальтобетоны марки А. Значит, с количеством щебня в данном асфальтобетоне до 75%. – Это больше? – Это, значит, раньше были… – По сравнению с предыдущими поколениями материалов. – Нет, раньше были, да, асфальтобетоны, которые марки Б, значит, они были там процентов 50-55. Там было очень много песка, соответственно, сейчас перешли, в принципе, на А марки 16, тоже там на нижний слой выравнивающие верхние слои для, будем так говорить, где-то населенных пунктов там, ну, типа поселков там, деревня. – То есть вроде как крепче он должен быть? – Да, он на самом деле и крепче, и щебня в нем больше, и более он удобо укладываемый, и укатывается хорошо. То есть вот остановились, но это введено в новых ГОСТах именно по программе безопасной и качественной дороги, вот эти асфальтобетоны. Значит, дальше введен ГОСТам новые щебни, фракционные, это гранитный щебень марки 800, если раньше помнили, помните, клали, значит, в городе известняковый щебень, который у нас, в принципе, под катками, она, значит, раздавливалась, но если это просто была грунтовая дорога, то она и пылила там, и, в общем, очень много было нареканий по этим щебням. А сейчас ввели гранитный щебень марки 800, марки 1000, и фракционный щебень, он идет зерном от 16 до 32, и он расклинцовывает себя сам. То есть разные фракции, соответственно, когда укладываешь, укатываешь, – Хорошо трамбуются, видимо. – Сам себя расклинцовывает. Но это под асфальтобетоны. Значит, на обочинах пока остается тоже фракционный щебень, но марки 400 – это известковые щебни. Значит, ну, в принципе, рекомендации такие, что его необходимо бы мешать с асфальтобетонной кружкой, тогда он не пылит и укладывается более, так сказать, лучше. – А насколько у нас вообще развито вторичное использование асфальта, который после грейдера там остается, снимает этот слой? – Так называемый асфальт-гранулят. Ну, у нас он традиционно для сельских территорий используется, да? – Да, значит, он у нас идет в основном на грунтовые дороги, после того, как, значит, отцепляют песком щебнем, расклинцовывают асфальт. – На него гарантия какая-то существует? Там какие-то ГОСТы, не знаю, официальные нормативы? – Он идет как щебень на щебеночное основание у нас идет там, грубо говоря, на грунтовые дороги там год или два года. Гарантия в зависимости там от толщины, основания, либо выравнивающие слои. То есть он в составе вот этого идет по гарантии. В асфальт-бетонный, значит, мы пока не применяем вот этот асфальт-гранулят. Здесь тем, что снимается он не очень хорошо, он снимается где-то кусками, где-то мелкой россыпью, и поэтому для того, чтобы его применять для производства асфальта-бетонов, необходимо дополнительные дробилки, дополнительное сито для того, чтобы отделить асфальт, именно вот старый асфальт от песка, от грунта, да, он там снимается очень плохо, и поэтому пока не используется. – Так, у нас остается сколько у нас? – Несколько минут, да. – Три минуты у нас остается. – Про тротуары хотели бы мы еще поговорить, что тоже, собственно, входит в зону вашей ответственности. в этом году на ремонт 23, да, участков тротуаров в областном центре? – Да, 23, в чем крупные достаточно участки и на Миро. – Да, мы практически в этом году захватываем весь Октябрьский проспект. Наверное, уже на площади 50% мы сделали. Это у нас от улицы Свердлова до улицы Комсомольской, значит, с укладкой брусчатки. – Но это пока не бульварная часть? – Нет, бульварная часть, пока она принадлежит ТЭР-управлению, поэтому мы ее пока не делаем. Это только именно четная и нечетная сторона. Значит, есть у нас участки, такие как в Даруничих, в Ленгасово, где тротуары делаются тоже в этом году, значит, но там укладывается уже не брусчатка, а укладывается асфальт и бетон. Но и в рамках безопасной и качественной дороги, в основном там, где идут тротуары, в сопряжении с проезжей частью, тоже ремонтируются тротуары. То есть мы их тоже берем в ремонт. Значит, получено разрешение с Минтранса по ремонту, значит, и посадочных площадок, и тротуаров. Ну, то есть как бы более комплексно сейчас подходит. Укрепление остановочных мест остановок общественных транспортов по-прежнему в силе проводится? Нет. Мы помним, что от Новоровского у нас укладывались бетонные плиты, на Октябрьском проспекте это тоже было. Нет. Сейчас по 402-му приказу Минтранса, значит, у нас эти работы относятся к капитальным ремонтам. Здесь тем, что мы проводим просто ремонтные работы, нам пока отклоняют. Хотя очень бы хотелось те участки, которые у нас подлежат колейности, именно на подходах, подъездах к остановкам, хотелось бы, конечно, плиты укладывать. Опыт такой есть, и он положительный опыт. Более, следите ли вы сейчас более пристально за таким нюансом, как водоотведение стротуаров? Мы же знаем эту проблему, да? Вроде отремонтировали, уложили новое покрытие, но, увы, лужи, извините, там, где была, там она и осталась. Есть такие ситуации. Нет, значит, в этом году, даже не в этом году, уже в прошлом году, начали укладывать лотки. Лотки не только брусчаточные на брусчатке, но лотки и большие, серьезные лотки с металлическим каркасом, значит, с металлической решеткой, там, где совсем беда, конечно, водоотведение, там укладываются сейчас лотки. Плюс уклоны, значит, проверяем мы уже с трехметровой рейкой, для того, чтобы уклон был в сторону газона, для того, чтобы вода, по крайней мере, ну, будем говорить так, попадала в газонную часть. Минутка у нас. Много ли претензий по тротуарам? Ну, да, претензии всегда, да, претензии всегда были. Октябрьский проспект, мы в прошлом году не приняли участок, значит, от Северного кольца до площади Лекси, в этом году подрядчик за свой счет его переложил полностью, значит, вот сейчас пока вот приемка идет. Октябрьский 16, это бывший Север, там тоже участок был не принят. Тоже в этом году этот участок был переложен за счет подрядной организации. В этом году уже были какие-то работы, которые не стали принимать? В этом году мы еще, в принципе, ничего и не принимали. Ничего еще не принимали, понятно. Да, все, ремонты идут очень большие. Вот-вот начинается. Да, и у нас принята пока только улица Сурмовская. На подходе, значит, заканчиваем улицу Мира, улицу Монтажников, полный вот там круг у нас будет сделан. Улица Гражданская в Ленгасово, ну и частично от Перекрестка до Перекрестка, это Октябрьский проспект. Времени больше не остается. Спасибо за эту беседу. Марина Бармина, заместитель руководителя дирекции благоустройства города Кирова, говорили о дорогах и тротуарах. 30 сентября, вы сказали, да, крайний срок окончания работ. Так что в ближайшее время пора приемки начнется объектов. Дневной разворот продолжится через 20 минут. Не прощаемся с Дарей. Костюм – это не просто часть гардероба. Это важная составляющая успеха. Он подчеркивает статус, рассказывает о вкусе, создает правильное впечатление. Поэтому вам не нужен просто костюм. Вам нужен костюм от Марка Би Антони. Итальянский костюм индивидуального пошива премиум-класса. Приезжайте на Карлолипник Т-71. Звоните 295-777. Марку Би Антони. История вашего успеха.